Вы пристегиваете ремень безопасности и незадолго до взлета засыпаете. И вдруг попадаете в зону турбулентности. Вы просыпаетесь. Во сне вы были осьминогом, спасающимся во время землетрясения. Самолет трясется, багаж выпадает из-за деления над головой. Все серьезно. Вы надеваете кислородную маску и замечаете вспышку света снаружи. Через мгновение еще одну. На этот раз это двигатель самолета. Он в огне. Вы падаете, скрежет разорванного металла, крики и темнота. Вы отключаетесь. Через пару секунд вы открываете глаза и видите, что падаете. Так, нужно взять себя в руки. Вы отстегиваетесь от сиденья. На горизонте появляются первые лучи солнца, а внизу густой лес, зеленые поля и небольшой пруд. Управляя телом, вы можете менять направление, то есть рулить. Итак, куда вы предпочтете приземлиться или упасть? У вас есть три секунды на размышления. Лучшим ответом будет лес. Падение в воду с такой большой высоты будет не менее болезненным, чем падать плашмя на землю. А вот ветки деревьев могут смягчить удар. Вы резко падаете в лес и теряете сознание. День первый. Вы просыпаетесь. Все тело болит. Но, к счастью, вы целы и даже можете ходить. Те ветки спасли вам жизнь. Это, конечно же, сказки. Так, и куда теперь? У вас нет ни карты, ни компаса. Вдруг вы слышите журчание воды. Вам нужно выбрать направление. Варианты следующие. Идти по прямой. Найти на дереве мох и идти в том направлении, в каком он растет. Или найти реку и продолжить путь вдоль нее. У вас 10 секунд на размышления. Прямо идти не стоит, если вы не хотите заблудиться и ходить кругами. Ориентироваться по мху. Это я придумала просто, чтобы вас запутать. Нужно идти вдоль реки. Она приведет вас к пруду или озеру, где вы, возможно, найдете людей или дорогу. Или хоть какие-то знаки. День второй. Вы нашли озеро. Но никаких признаков цивилизации. Что же теперь? Может вернуться обратно? По дороге вы снова отключаетесь. Проснувшись, вы чувствуете холод. Вы решаете попить речной воды и попытаться развести огонь. Для этого вы собираете сухие ветки, хворост, бересту и мох. О, класс! У вас в кармане зажигалка и кусочек бумаги. Как лучше всего развести огонь? Сложить ветки в кучу и полить их топливом из зажигалки? Или положить кусочки бумаги между веток и поджечь их? А может сложить ветки треугольником на подстилке из бересты и поджечь? У вас есть 7 секунд. Становится и правда холодно. Не лейте драгоценное топливо на ветки. Оно быстро выгорит и дым от него вреден для здоровья. Бумага тоже быстро сгорит, а древесина при этом загореться не успеет. Треугольник из веток пропускает воздух. То, что нужно. Огонь и воздух просто созданы друг для друга. Понимаете? Хорошо. День третий. Вы наконец согрелись, попили воды и продолжаете свой путь вдоль реки. О-оу, вы уже три дня как ничего не ели? Пора бы этим заняться. Рыбачить вы не умеете, так что вы направляетесь в лес на поиски пищи. У вас есть несколько вариантов. Ягоды. Выглядят они аппетитно и кажется весьма сочные. Муравьи или грибы. У вас есть семь секунд. Выбирайте с умом. Муравьи – самая вкусная и безопасная еда в лесу. Нельзя просто начать есть разные ягоды и грибы. Они могут быть ядовитыми. Итак, как же заставить муравьев шагать прямо к вам в рот? Эй, я не знаю ответов на все вопросы. День четвертый. На вашем пути стоит большой медведь. Вы кричите, чтобы его отпугнуть, но он все еще смотрит на вас и он недоволен. Он приближается к вам. Что же делать? Бежать изо всех сил? Ведь медведи большие и неуклюжие. Забраться на ближайшее дерево и сидеть там, пока медведь не уйдет. Лечь в позе зародыша и не двигаться. У вас есть пять секунд, чтобы сделать выбор. И лучше бы он был правильным. Медведи быстрые животные. А еще они умеют лазать по деревьям, словно белки переростки. Правильным решением будет притвориться спящим. Так медведь поймет, что вы не опасны и, скорее всего, пройдет мимо. День пятый. Начался сильный дождь. Вам надо спрятаться под деревом, соорудить убежище и снова развести огонь. Под каким из трех деревьев вам следует спрятаться? У вас есть семь секунд до того, как вы промокнете до нитки. Дерево слева гнилое. Оно может рухнуть в любой момент. По дереву справа ползет змея. Кто знает, ядовита она или нет. Лучше не рисковать. А вот дерево посередине подходит идеально. День шестой. В животе начинает урчать. Те муравьи оказались не очень-то сытными. Вы решаете поймать рыбу любой ценой. Ага, можно использовать часть одежды в качестве наживки. Но где же достать леску? У вас есть 10 секунд на размышления. Ответ прост. Ваши шнурки. Если связать их вместе, получится довольно длинная леска. После долгого дня рыбалки вам, наконец, повезло. В суши. День седьмой. Путешествие вдоль реки продолжается. Впереди она разделяется на два маленьких ручейка. Пора решать, налево или направо. Может, это вопрос жизни и... Короче, у вас 7 секунд, чтобы решить свою судьбу. Правый ручей, без всяких сомнений. Вдоль левого видны следы волков. Стоя голодных диких животных? Нет. Спасибо. Вы идете по улице. На столбе висит предупреждение о том, что люди-ящерицы нападают на жителей города. Вы вспоминаете, как расследовали это дело, но так и не смогли найти рептилий. Теперь вам нужно посетить парк. Уже несколько дней людей там пугает большой оборотень. Вы знаете, что у оборотня есть жена. И она единственный человек, который может успокоить монстра и помочь ему вернуться в человеческий облик. Вы нашли трех девушек. Каждая из них может быть женой оборотня, которого вы ищете. Вы просите жену подойти к нему, но ни одна из девушек не признает, что она та, кто вам нужен. Поэтому вам придется самому сделать выбор. Видите шерсть на одежде этой девушки? Это шерсть волка, значит она жена. Она подходит к чудовищу, обнимает его и оборотень превращается в человека. Вы идете обратно к машине и слышите крики, доносящиеся из воды. Женщина зовет на помощь. Вы прыгаете в реку и плывете к тонущей женщине. Но когда вы подплываете к ней, то вы видите трех женщин. Все они кричат, но только одна из них настоящий человек нуждается в помощи. Остальные русалки, которые хотят заманить вас в свое царство. Как узнать, кто из них человек? Нырните и проверьте, у кого нет рыбьего хвоста. Эмили выиграла в лотерею, и теперь она может выбрать свой приз. Есть три варианта. Совершенно новый Феррари, сумочка Гучи и туфли Джи Мичу. Посмотрите внимательно и скажите, какой приз она должна выбрать. Эмили стоит выбрать сумочку. Логотипы Феррари и Джи Мичу неправильные. А значит, машина и туфли — это подделки. Три лучших друга наконец-то встретились в кафе, чтобы обсудить кое-какие дела. Вэл заказывает большой пирог с фруктами. Саймон просит стакан газировки. А Лео достает из сумки энергетический батончик и начинает его есть. Официант приносит торт и газировку и уходит. Саймон пьет из своего стакана, но Вэл не притрагивается к торту. Почему? На нем лежат ломтики помидоров и огурцов. Вэл заказывал фруктовый пирог. Археолог пробирается сквозь густые джунгли неизвестного острова. Он ищет ценное сокровище — древний кубок возрастом 2000 лет. Такой артефакт можно продать за миллионы долларов. Археолог выходит к небольшому озеру с водопадом. Он ныряет под воду и замечает две пещеры. В одной из них находится кубок. В какую из них должен направиться археолог? Думайте быстрее! У него заканчивается воздух! Ему нужно выбрать левую пещеру. Оттуда всплывают пузырьки воздуха, а значит, не вся пещера заполнена водой. Трое парней сидят на тротуаре. Все они в грязной одежде и выглядят уставшими. Каждый из них надеется получить немного денег от проходящих мимо людей. Но никто им не помогает, так как один из этих бездомных только притворяется бедным. Прохожие видят это и не хотят помогать никому из них. Как вы думаете, кто из них притворяется? Посмотрите на лысого парня. На его запястье можно заметить умные часы. Саманта уже несколько часов бродит по пустыне. Песок настолько горячий, что она не может до него дотронуться. Саманта замечает далеко впереди палатку. Это точно не мираж. Девушка ускоряет шаг и доходит до места. Внутри она находит бутылку воды, два яйца и сковородку. Саманта утоляет жажду. Теперь она чувствует голод. Но есть сырые яйца в пустыне опасно. Можно получить пищевое отравление. Саманта решает пожарить яйца. Она бродит по пустыне, пытаясь найти дрова, но не видит ничего, кроме бесконечных дюн. Как же Саманте приготовить яичницу? Она может поставить сковороду на песок. Он горячий. Солнце добавит жару и яичница быстро приготовится. Приняв душ, Альберт понимает, что потерял обручальное кольцо. Похоже, оно упало в канализацию. О нет, скоро домой вернется его жена, и она обязательно заметит пропажу. Жена входит в квартиру. Она смотрит на мужа, просит его повернуться и вытаскивает кольцо из его волос. Оно попало туда, когда он мыл голову. Но как жена узнала, что кольцо там? Альберт стоял лицом к ней. За Альбертом висит зеркало. Жена заметила кольцо в отражении. «Где мои сотрудники?» — кричит начальник. Он в ярости, потому что три человека не пришли в офис. Он звонит каждому из них, чтобы выяснить причину. Все трое говорят ему, что заболели. Босс не верит им, поэтому они должны прийти в офис. Мэри одета в теплую куртку, шапку и шар. Она чихает, кашляет и выглядит простуженной. Лори идет на костылях, ее нога в гипсе. Через некоторое время появляется Майкл. У него травма руки, и он не может печатать. Босс уверен, что один из них притворяется. Кто же это? Левая рука Майкла в гипсе, но его телефон лежит в левом кармане. Он, должно быть, использовал свою сломанную руку, чтобы положить его туда. Значит, он притворяется. Очевидно, он просто не хотел идти на работу. Лед растает, если его нагреть. Но если вы нагреете меня, я стану твердым. Что я такое? Яйцо. Вы покупаете ее, чтобы есть, но никогда ее не едите. Что это? Это посуда. Однажды вечером Мия возвращалась домой. Было 11 часов вечера, и ей нужно было пересечь небольшой темный парк перед своим домом. Вдруг она услышала позади шаги. Кто-то схватил ее сумку и убежал. Девушка позвонила в полицию, и полицейские допросили четырех подозреваемых. Джек сказал, я выбирал наряд для вечеринки. Камила была дома и готовилась к выпускному экзамену. Эндрю рассказал полиции, что наблюдал за птицами в парке. Нора была на занятии йогой. После допроса полиция поняла, кто стоит за ограблением. А вы сможете? Это был Эндрю. В 11 вечера слишком темно, чтобы видеть птиц. Джеймс оставил папку с важными документами на столе в своем домашнем кабинете и отправился на деловую встречу. Вернувшись, он обнаружил, что документы исчезли. У Джеймса было три подозреваемых. Его брат сказал, я плавал в бассейне с тех пор, как ты ушел. Я ничего не видел и не слышал. Повар ответил, завтра у нас будет вечеринка. Я готовил еду. Охранник сказал Джеймсу, я все это время был снаружи, проверял, нет ли в саду мышей. Кто знает, где находятся документы? Это охранник. В его должностные обязанности не входит борьба с грызунами. На оживленном перекрестке в небольшом городе произошла авария. Водитель, спровоцировавший аварию, поспешно уехал. К счастью, несколько свидетелей успели описать машину. Полицейский направился к дому подозреваемого. Там он увидел машину, которая соответствовала описанию. Но ее владелец утверждал, что весь день провел дома. Полицейский сразу понял, что подозреваемый лжет. Как? Он потрогал капот машины. Он был еще горячим от работавшего не так давно двигателя. Вы идете по железнодорожному полотну. Вдруг вы видите, что к вам приближается скоростной поезд. Вместо того, чтобы немедленно сойти с рельсов, вы бежите навстречу поезду. Почему вы так рискуете своей жизнью? Когда вы замечаете поезд, вы находитесь на мосту. Вы не можете сразу сойти с путей и вынуждены бежать к ближайшему месту, где это можно сделать. Продолжение следует... Продолжение следует...